Девушки отдыхают Я хочу понять, буду ли я с ним счастлива Очень надеюсь, это того стоит Образ женщины с сигаретой в руке больше вам не соответствует Мы берем контроль над разумом Точно Не забудьте Прямо как с Майклом Он не под контролем и нервирует меня Ему не поздоровится, если он все испортит Я очень люблю тебя Я вечно остаюсь одна Мне больно видеть, как грустит Яра Но я должен содержать семью Вы обе отвратительно Вели себя на яхте Попросите друг у друга прощения Не смей так говорить с моим мужем А пусть он не дает повода Так с ним говорить Натали, что я такого обидного сказала? Триш, я не понимаю Ваших шуток в мой адрес В чем неуважение? Ответь Лучше уйдите Натали Ей нужно работать над собой, но она не желает Дай ей денег и отправь на Украину Виза невесты, виза жениха Что было дальше? Вещи будешь собирать? Конечно Элизабет Тампа, штат Флорида Андрей Кишинев, Молдавия Стой, мне нужны носки Есть запасные? У меня нет Нет, потом купишь Покупать носки? Это дешево Ты говоришь так в каждой поездке Потом купишь Это не моя проблема Ты же без носков Не я Там холодно, ты чего? Ладно Мы решили собраться всей семьей И папа арендовал большой дом на колесах Для совместной поездки Сегодня мы отправляемся в путь Чак арендовал автофургон Этим утром я его забрал Только у меня есть права на вождение грузовых автомобилей И именно я поведу эту махину В Молдавии дома на колесах редкость И мне не терпится попробовать Но мысль оказаться в одном месте с семьей Либи Меня не радует Мы с Бекки все обсудили И решили все простить друг другу и забыть Хорошо, потому что я не хочу слышать чьи-то жалобы Что такое? Рад, что этого пьяного бездельника Чарли там не будет Он вроде бы выбрал перелет Не придется хоть его терпеть Что ты вечно его оскорбляешь? Да, потому что это правда Чарли и Меган решили лететь Но я, папа, Андрей и мои сестры поедем в автофургоне Мы с сестрами заключили временное перемирие Но я не уверена, что эта семейная встреча пройдет как-то иначе Проблемы еще витают в воздухе Еще как витают Будет так весело! Заходи Супер Поехали Папочка, Элеонор за рулем Бип-бип Мы едем Путешествие начинается Ну все Поехали Сиденье очень удобное Круто же Там все готовы, Лип? Наверное, они и все у Джен Боже мой Андрей слишком резко повернул И... Холодильник открылся, Настяш Господи Рассыпались все напитки Закуски Вся еда раскатилась по полу Да, пара баночек Чуть мне на голову не упали А кто их загрузил? Нужно думать о безопасности Новое правило В автофургоне носим шлем Да, в поездку надеваем модные строительные каски Именно Отличное начало Ладно, поведу медленнее, как скажешь Боже мой Это правда? Господи Приехали, детка Ура! Андрей Андрей Стой, стой, стой Что ты делаешь? Супер водитель Эй, Андрей Ты только что наехал на знак, балбес Ну вот, начинается Сломал знак Томас, помоги Как подумаешь, что Андрей за рулем, сердце заходится Боже, он в дом режется Пронесло Кто оставит знак на подъездной дорожке? Ты заехал на газон Заходим Притворись, что ты опытный водитель Интересно, что внутри Заходите Вперед В этом автофургоне поедем мы Элли Мэтс Бекки Томас Дженс Дочерьми А еще дочь Чарли И Меган Шарлиз Только что узнал, что моя жена умеет считать до 10 Вообще-то нас 11 Но она насчитала 10 А мой муж слаб в арифметике Боже, как тут тесно Я волнуюсь Ого А мы здесь поместимся? Вы довольны? Вполне Ну и ну Детей посадим назад Что скажете? Я считаю, здесь слишком тесно Давайте уже устроим шоу на колесах Укладываем сумки Я очень рад возможности провести время с семьей Прокатиться на автофургоне, повидать родственников Папу, брата, сестру, но я опасаюсь скандалов Давай, Джен Ты справишься Да, я качаюсь Такая разношерстная компания, что жди Ругани и ссор Никогда не думал, что буду таскать сумки Джен Стой, здесь нет багажного отсека? Нет Что? Места уже нет Чего жалуешься? Ты зачем сюда чемодан тащишь? Все уже забито Наши сумки тоже здесь Чем забито? Другим багажом Вещами для фургона Ты знаешь, сколько у нас чемоданов? Милый И сколько? У каждого по чемодану Если весь фургон забить багажом, где мы поместимся? Только без жалоб Я не жалуюсь Еще раз так скажешь, я психану Я твои сумки ношу, а ты ноешь Девочки, как вам фургон? У меня клаустрофобия И мне не нравится Такая теснота Очевидно, не все путешественники дотянут до конца поездки Куда они денутся? Спрыгнут, что ли? Да я высажу их, и все Ну что? Едем Я делаю это ради Чака Думаю, это отличный повод сблизиться с ним и пообщаться один на один Отлично Отлично Едем Вези меня в Мэриленд к родне Согласен? Да Уже приехали? Ага Меня ничуть не волнует мнение всех остальных в этом трейлере Я поведу этот автофургон будет Сложно Но мы справимся Это катастрофа Да, но мы справимся 660 километров осталось Всего-то? Да Ну ладно Девочки, отвлекитесь на минутку и помогите мне Анджела Хазелхерст, штат Джорджия Бабуля принесла операцию Да И врач сказал, что мне нужно не только оправиться, но и приобщить всех вас к новому образу жизни Он посоветовал пить смуди Ясно Да Итак, возьмем огурцы Шпинат А еще яблочный сок Уже лучше Я уже сбросила 18 килограммов и не собираюсь останавливаться Нет 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 Ужас какой Так что я очень стараюсь питаться правильно Это чертовски непросто Мне хочется выпить газировки Но я знаю, что не могу Потому что это не полезно Марли, держи ровно Как будто кто-то пукнул Лондон Готовы? Надеюсь, вкусно О, гадость Бабуля делает лучшие пельмешки, но ужасные смузи Мне прям нехорошо Лучше не пробовать Побольше бы сахара Дай винограда Целую горсть Нужно добавить Клубнику Арбуз И сахар Глазурь А еще шоколад, мороженое И молоко Вот тогда смузи будет вкусным Ей нельзя смузи из вредных продуктов Марли Мы будем пить А она пусть смотрит Дай пять Есть же виноградный джем Хотите джем? Ладно Боже Давай помогу Достаточно Надеюсь, вкусно Попробуем Розовый бокал Хочу скорее попробовать Готовы? Даже вкусно Неплохо ты придумала Я решительно настроена поддерживать здоровый образ жизни Поэтому пошла к гипнотизеру, чтобы бросить курить И забыть о сигарете после гипнотерапии Но потом я расстроилась из-за моего дренового мужа Он главная причина моего курения Я снова курю по пачке в день И всё из-за него А вот и Скайла Привет Чем занимаетесь? Такую гадость сделали Это вкусно вообще-то Сами Сами сделали Зовите всех мыть руки и ужинать Все пьют газировку Зачем меня так пытать? Я весь день не пила Но хватит После операции маме стало гораздо лучше Ей даже дышится легче Она стала намного энергичнее Я и не думала, что когда-то увижу, как мама готовит смузи Или пьёт его Уберу газировку Но возьму поесть Ты молодец Менять образ жизни сложно Особенно для меня Я не люблю перемены И это особенно тяжело из-за поведения Майкла Все эти пять недель после операции Он совершенно меня не поддерживает Он злится из-за операции? Он был против того, чтобы я уменьшала грудь Но это же не повод дуться Ладно, злись ты пару дней Но не пять недель До операции мы с Майклом могли болтать по телефону дни напролёт А тут он внезапно исчез Даже не позвонил после операции Я ведь объяснила ему, насколько мне важна эта процедура Вот о чём он должен думать Ему не обязательно быть здесь и держать меня за руку Просто поддержи, как раньше Три раза я даже не могла до него дозвониться А потом он сказал, что оставил телефон дома, потому что вай-фай не ловит Сказками меня кормит, понимаешь? Если кажется, что он лжёт, значит так и есть Может он делает то, чего я не одобрю Боится смотреть мне в глаза Потому что я могу читать его насквозь А что, если позвонить ему сейчас? Вряд ли он ответит Позвонишь ему? Скажи, я хочу знать, что происходит Не отвечает Видишь? Тишина Он явно чем-то занят Да Я не понимаю Мы явно не на одной волне Может он злится, что ты так потратилась на своё преображение? Майкл хочет ребёнка И ждал, что ты вложишь все деньги только в него Хочу сказать, что... Я поняла, о чём ты Я совсем не одобряю эту идею И рада, что ты занимаешься собой Но, может быть, это причина его поведения Он недоволен, потому что... У вас с ним разные цели Хочу быть сексуальной бабулей Хочу быть здоровой бабулей Так и будет со временем И я не позволю себя дурачить